и снова здравствуйте блендер 2 81 а и давайте дальше разбираться именно с блендер рассмотрим в этом ролике латик как он поможет нам именно в работе с моделью и именно как он может нам помочь сделать из модели рельеф или барельеф вот это наверное будет нужная инфа так единица на нам один можно длить вы давайте с обезьянкой поработаем мы находим monkey вот такая вот обезьянка и давайте добавим это и добавим латик вот это вот здесь делаем его побольше с английская также можно его сейчас покажу как изменять это n панель находим вот эту функцию трансформ и здесь можно ее вот так вот выкручивать можно приподнимать можно ее также расширять сплю сплюснуть вот так вот вот таким вот образом н панель закрываем и теперь можно вот еще что сделать так н панель откроем посмотрим где здесь она перекручивается здесь вот она по игреку сплюснуется вот таким вот образом и какая сторона нам нужна допустим да так по иксу тоже немножко и приберем вот таким вот образом скайл давайте теперь развернем немножко это можно ротации сделать английская вот таким вот образом теперь нужно нажать на обезьянку зайти в модификаторы это модификаторы и найти вот этот латик все теперь он латик ставим латику здесь вот объект принципе можно применить но попозже так теперь выбираем вот этот вот латик находим edit mode заходим в edit mode единица на нампаде тройка на нампаде и также shift и колесико можно все это дело прокручивать by английская выбираем можно так выбер выбрать вершины поставить допустим move и и попробуем все это дело сплюснуть вот так все это дело прибираем и вот у нас уже угол и рельеф здесь можно его доработать вот такой плоский так он тролл z и давайте посмотрим что еще можно здесь делать находим вот эту функцию object date properties типа сетки и вот здесь можно резолюцию добавить именно ребра вот сюда вот побольше поменьше по w так вот их становится побольше также здесь можно интерпретейшн добавлять по юбе w здесь вот линер кардиналы как вот борн ну короче вот здесь вот есть разные настройки если вы включите линер выберите верхнюю би верхнюю эти вершины то вот вы видите как все это дело работает если выбрать допустим кардиналы то в принципе разницы большой я не вижу это вот работает в разных направлениях нужно тут экспериментировать для чего это понадобится это понадобится чтобы сделать рик именно сферы чтобы сферы можно было управлять вписывается в этот латик именно косточки привязываются вот к этим вершинам и можно уже управлять моделью вот где-то вот таким вот образом вытягивать как-то где-то выбирать одну вершину вот так вставить move вот так вытягивать вот таким образом уменьшать прибавлять ну и g само собой так же можно вот выбрать вот эти вот вершины и нажать r вот можно где-то что-то перекрутить подогнать и все пока род także Myers